Здравствуйте, с вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Вода к середине лета значительно прогревается, а когда она достигает отметки в 20 градусов, актуальной становится рыбалка под звездным небом. Днем рыба будет прятаться на дне и возле водорослей. Но несмотря на это, даже в самый жаркий день при правильном подходе можно добыть пару достойных экземпляров. Так, например, у линя начинается период жора, который продлится две недели. Кроме линя на этой неделе мы с вами поговорим о ловле плотвы, сома и судака, но обо всем по порядку. Небо на этой неделе будет в основном солнечным. Незначительная облачность возможна лишь в четверг и в воскресенье и будет сопровождаться легкими осадками. Температура днем будет варьироваться в течение недели от плюс 23 до плюс 27 градусов, а в сумерки от плюс 15 до плюс 19. Давление воздуха будет в пределах нормы и ненадолго опустится в середине недели. Именно в это время рыбалка наберет максимальные обороты. При меньшем давлении рыбе легче двигаться и заметно возрастает метаболизм, заставляя ее питаться чаще обычного. Плотву можно найти практически в любом водоеме. В этом месяце она предпочитает чистую воду и открытые участки посреди водной растительности. Актуальность обретает ночная ловля. Ночью и утром плотва ближе всего к поверхности и проявляет недюжинную активность. Ловить ее лучше всего на поплавочную удочку, оснащенную катушкой и пропускными кольцами. Длина удилища для удачного заброса за водную растительность должна быть не менее 6 метров. Основная леска берется диаметром 0,08-0,1 мм и чуть более тонкие поводки. Если ваша цель крупная плотва, то в качестве приманки лучше взять опарыша или мотыля. Судака в первую очередь стоит искать на местах с перепадами глубин, под корягами, в омутах и ямах. Эту рыбу лучше всего ловить с лодки в отвес. Для этого помимо самой лодки понадобится жесткое удилище длиной до 3 метров с пропускными кольцами и безинерционной катушкой. Диаметр основной лески около 0,3 мм, а поводков до 0,25 мм. Лучшая ловля проходит на живца, у самого дна на границе течении. Также популярна ловля спиннингом на блесну, твистеры и виброхвосты. Линь будет держаться за тонов и за водей, где будет питаться мотылем и донными червями. Пик активности линя приходится на вторую половину месяца. Обычно клев начинается с 7 утра и длится до полудня, затем снова возобновляется ближе к вечеру. Самая популярная снасть для ловли этой рыбы – поплавочная удочка с катушкой. Леска берется от 0,25 мм с крючком номер 6, номер 8. Для линя характерен очень нерешительный клев. Подсечка делается только в том случае, если вы уверены, что рыба заглотила приманку. Она должна производиться резко, дабы проткнуть толстую губу этой рыбы. Сома продолжаем ловить с берега на донку или с лодки при помощи квока. В июле он выходит за пропитанием в основном после заката и охотится до раннего утра, но и днем клев не прекращается. Наживкой для этой рыбы отлично послужит пучок червей, медведка, кусок печени или мясо ракообразных. Подведем итог. Погода обещает быть преимущественно солнечной, а ближе к середине недели ожидается понижение давления. Лучшими днями для выхода на рыбалку станут с четверга по воскресенье. Плотва выходит на открытые места и проявляет активность в ночное время. Ловим поплавком на опарыша, мотыля или тесто. Лучшими местами для ловли судака станут границы течений. Ловим спиннингом, наживца, блесну или виброхвосты. Линь держится за водей. Прикармливаем творогом. В качестве насадки используем мотыля или ракообразных. Продолжаем ловить с сома на донку или с лодки с помощью квока. Насадка традиционная. Пучок червей с подсадкой пиявки, кузнечики и ракообразные. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.